Всем привет! В эфире программа для тех, кому все интересно. Наша программа – это «Окно в мир». Мы открываем его каждый день в 19.20 и рассказываем вам что-то интересное. Правила карантина все уже усвоены. Мыло, маска, антисептик – это ваши друзья. Все остальные друзья сейчас вас должны видеть только через экран. Безопасность превыше всего. А сейчас проверим наше настроение. Где наш анонс? Анонс, шифровка. Боевой танцор Ларсон из Швеции Ролики Боевой танцор О, это, наверное, такой танцор, который всех танцоров в округе на лопатки положит. Чем? Разумеется, высоким уровнем в своей подготовке. Могут быть и бальные. На их состязаниях всегда огромнейшая конкуренция. Или современные. А может, брейк? Улечения моего детства. Могу, кстати, и сейчас кое-что показать. Опа. Неплохо так размялся. Ну, увы, личность танцора не установлена. А может, это и не танцор вовсе? Птицы или животные? Они же тоже могут танцевать. Словосочетание «Боевой гопак» у профессиональных спортсменов вызовет, мягко говоря, улыбку. Ну, правда, мало кто поверит, что народный танец сможет помочь справиться с хулиганами. А зря. Украинский народный танец гопак придумали еще в 16 веке казаки Запорожской Сечи. С его помощью они развивали ловкость, силу и выносливость. Уже во времена Советского Союза на это обратили внимание и превратили гопак в боевое искусство. Его отличительной особенностью стали акробатические приемы и удары ногами, в том числе и в прыжке. А в 2017 году на Украине боевой гопак официально признали видом спорта. Хотя, если честно, на ринге профессиональному боксеру танцор, скорее всего, проиграет. А вот так проходит тренировка в школе Вармакалай в Индии. Слово «Вармакалай» переводится как «искусство поражения уязвимых точек». Оно включает в себя прыжки, удары локтями, коленями, захваты, броски, ну и технику обращения с различным оружием. А музыка? Музыка помогает настроиться на определенный ритм и довести последовательность действий до автоматизма. Узнали? Меч и веер. Два самых распространенных атрибута японского кэнбу. Это традиционный танец самураев. Иногда они используют копье. С помощью этого танца лучшие воины древней Японии, а в их числе были и женщины, оттачивали движение и настраивались на предстоящее сражение. Такая боевая хореография помогает сохранить ритм и не сбить дыхание во время ударов. Кэнбу – это танец-медитация, но ее плавные движения легко могут смениться резкими выпадами. Так что японцы тоже знают толп в хореографии. Боевые танцы особенно популярны в Африке. Зулусы повторяют движения воинов во время битвы. А бушмены – миролюбивый народ. Зачастую они сдавали свои территории без сопротивления и кровопролитных сражений. Но даже в их ритуальных танцах есть боевые элементы. Бушмены во время пляски воспроизводят действия охотника и жертвы. А вот полюбуйтесь, как коренной народ Новой Зеландии, маори, в танце пугают противника. Ой, даже мне страшно. Так вот, как ни странно, почти все народные танцы имеют в своей основе элементы боевого искусства. И неудивительно, ведь зарождались они в те времена, когда еще не было военной техники и рассчитывать приходилось только на свои силы и волю богов. Так что приглядимся повнимательнее к «Калинке-малинке». Я уверена, что и в ней мы найдем что-то подобное. Из танца боевое искусство? Хм, идея отличная. Но, по-моему, было бы прикольно сделать наоборот. Из боевого искусства – танец. Хотя к харизматичному боксеру этой идее может не понравиться. Да, хорошо, что эта светлая мысль пришла мне в голову вовремя. Пускай эта идея в жизни внедряет кто-нибудь другой. Анонс номер два. Ларсен из Швеции. Хм, может, Карлсон? Он тоже мудородом. Я о нем знаю все и даже больше. Вкусовые пристрастия, имя лучшего друга, биографии и даже места жительства. А о неком Ларсене – ничего. Или о неком? Кто это вообще? В музыкальной индустрии есть личности, которые за свои 20 недолгих лет набираются такого опыта, что могут переплюнуть любого зрелого исполнителя. К таким уверенно можно отнести шведскую певицу Зару Ларсен. Эта исполнительница добилась славы в родной Швеции. Когда ей было 10 лет, она сумела победить в шоу талантов и получить 20 тысяч долларов. Песня Celine Dion My Heart Will Go On, которую Зара исполнила в финале конкурса, мгновенно сделала девочку популярной. Сейчас песни миниатюрной блондинки часто лидируют в европейских чартах, а видеоклипы стабильно набирают миллионы просмотров на YouTube. Кстати, Лара – одна из немногих звезд, которые работают в паре со своей мамой, а та, в свою очередь, является ее музыкальным менеджером. И говорит, что Зара хочет стать такой же популярной, как Элвис Пресли, и никак не меньше. Верим, что у нее это получится, ведь о ней уже знают в Приднестровье. Приятно познакомиться, Зара. Я и тебе тоже знаю почти все. Творчество изучу прямо сегодня и, если понравится, даже внесу в плейлист. Но не сейчас. Третий анонс ждет расшифровки. Ролик. Хм, забавно. Это или ролик для укладки асфальта, или ролик для пресса. Еще бывают роликовые коньки. Ролики. Но в нашем случае ролик всего один. Хм, странно. Новая техника катания? Хм, на одной ноге. Хм, да нет, вряд ли. Пускай тогда уже будет видеоролик. Привет, я Полина. Сегодня я вам покажу, как я провожу свой день на карантине. Самая важная часть каждого утра – это, конечно же, завтрак. Как вы все знаете, с недавних пор в школах вели дистанционное обучение. Поэтому, следующим чем мы сейчас займемся, это будет подготовка к урокам. Уроки сделаны. На тренировке остался еще целый час. Поэтому, у меня есть время заняться своим любимым делом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Иногда бывает грустно, ведь некуда сходить. Кафешки и рестораны закрыты. Но не беда, ведь кафешки и рестораны могут приехать к вам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо доставке! Сегодня мы решили заняться изготовлением очень важного предмета на данный момент – медицинская маска для каждого члена нашей семьи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готово! Вот что у нас получилось. В завершении хочу сказать – берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома. С вами была Полина. Пока! Парина, спасибо за подробный доклад. Да, для тебя карантин – это активное время. Я же сижу вспоминаю стихи одного автора. Угадайте, какого? Сижу за решеткой в темнице сырой, Скормленный в неволе орел молодой. Да-да, автор Пушкин. А стихотворение называется «Узник». Но все мы понимаем, что карантин – это вынужденная мера. Так что выше клюха, то есть нос. Еще нагуляемся. А сейчас нам нужно оставаться дома. С вами был оператор и ведущий Вадим. Смотрите нас каждый день. Что, откуда, почему. Google устал, а мы нет. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok